Мы находимся в Доме творчества Подмосковья. Для многих алушчинцев это учреждение стало вторым домом. Здесь работает прекрасный молодой коллектив. Талантливые, энергичные, целеустремленные люди, смело идущие к намеченной цели. Каждый из них уже добился определенных творческих успехов. Например, Марлен Белялов, участник вокального ансамбля «Словения», недавно пополнил копилку коллектива очередной наградой. 24 ноября он достойно представил Алушту на республиканском вокальном конкурсе «Голоса Крыма», где взял гран-при. А я слышу, что из студии доносятся звуки. Но как раз сейчас у «Словении» проходит репетиция. Прервем их. Ребята, добрый день. Мы хотим ворваться в ваш творческий процесс, если вы не против. Мы рады вас видеть. Я вижу, вы что-то репетируете. Вы наверняка готовитесь к очередному конкурсу. И к конкурсам готовимся, и, так сказать, репертуар обновляем. На этот раз у нас в работе песня. Руководитель сейчас вам подробнее расскажет. «Шоу мазга он». Мы готовимся к нашему очередному отчетному концерту. Ансамбль «Словения» неоднократный победитель многих вокальных конкурсов и фестивалей. И без участия этих ребят уже трудно представить наши городские мероприятия. Марлен, я знаю, что ты недавно стал обладателем гран-при республиканского вокального конкурса «Голоса Крыма». Как ты готовился? Какой ценой досталась победа? Я готовился очень долго. В течение месяца, даже больше двух месяцев я готовился ежедневно. Одна и та же песня и вложил в нее душу. И все время думал, настраивал себя только на победу. И песня такая, я взял песню «Мама» из репертуара Рената Каримова. Для меня, я не знаю, настолько душевно и сердцем я связан с матерью. Я все время думаю о ней, я очень сильно люблю ее. И эта песня, мне удалось ее прожить эмоционально, на 100% показать, вот то, как я сильно ее люблю и насколько мне дорог этот человек. А сколько было участников? Участников было 21. Приехали они со всех уголков нашего любимого Крыма. Участвовали города Бахчисарай, Красноперекопск, Симферополь. Ну, в общем, когда есть с кем посоревноваться, так сказать, когда есть конкуренция, интереснее участвовать в конкурсе, работать. Какие эмоции тебя переполняют перед выходом на сцену? Прежде всего, наверное, волнение. Потому что я считаю, что нормально, если человек волнуется перед выходом на сцену. Я волновался, конечно же. Я готовился именно, я хотел, я хотел выйти и донести до зрителей, до жюри то, что я постарался. И получается, что достучался, донес я это. Они услышали, увидели, почувствовали это. Хотелось, прежде всего, чтобы меня услышали. Услышали о том, что есть такой коллектив в Алуште, что я солист этого коллектива, я очень сильно этим горжусь. Это тебе, наверное, и помогло получить победу. Да, я старался, я очень хотел, чтобы я лично, мой коллектив, наш коллектив, которым я занимаюсь, чтобы о нас узнал весь Крым. Весь Крым. И, возможно, это как-то поможет дальнейшим нам ездить, колесить по Крыму, участвовать в концертах, в фестивалях. Марлен, скажи, у тебя наверняка есть секрет восстановления сил после таких достаточно эмоционально насыщенных выступлений. И где находится твой источник вдохновения? Вы знаете, будет, наверное, смешно, но мой источник вдохновения, после того, как я устал, я иду заниматься музыкой. Для того, чтобы расслабиться, успокоиться и получить удовольствие. Конечно же, самым главным моим наркотиком является кофе. Я очень люблю кофе пить. И когда я работаю, я все время пью кофе. И когда пишем, ну вот, я отдыхаю тем, что я сажусь, мы берем новую песню, и я сижу, пишу партии к этой песне. И тем самым я отдыхаю. Получается, что в работе я, наоборот, отдыхаю. Если я перестану работать, у меня как бы такой момент наступает, настроение, нет настроения, нужно работать все время. Вот как по мне, я все время должен работать. Вот так я даже отдыхаю, восстанавливаюсь. А ты помнишь тот момент, когда ты понял, что пение – это не просто увлечение, смысл твоей жизни. Самое интересное, я, наверное, сейчас удивлю, но в 2006 году, в далеком, я собирался поступать вообще на медицинский. Занимаюсь музыкой, увлекался химией, биологией, хотел поступать на медицинский. Но потом что-то пошло не так. Музыка взяла верх, и я пошел поступать в университет. Сначала пошел на факультет режиссуры. Это режиссура драмы была. Туда я пришел, я не знаю, чем-то, я не знаю, но я не понравился им. Я не расстроился, пошел на эстрадное пение. На эстрадном пении меня встретила, как сказать, не просто деканат встретил, встретилась семья, которая приняла объятиями. Конечно же, было над чем работать очень долго, на это ушло ровно пять лет, для того, чтобы достичь какого-то уровня. Я очень сильно благодарен преподавателю, который со мной занимался на протяжении пяти лет, Виталий Федорович Козин. Просто дай Бог ему здоровья. Его вклад сложно переоценить. Это великий человек для меня. И вот, значит, отучился. Ну вот как-то так вот, в общем. А сколько лет ты уже занимаешься вокалом? С 2006 года, получается, 12 лет. 12 лет я занимаюсь вокалом. Марлиан, скажи, ваш коллектив ведет достаточно активную гастрольную жизнь. Как удается совмещать работу с семьей? И возможно ли это вообще? Ну, своей семьи у меня пока нет. Я не женат, поэтому я думаю, что... Поэтому у меня сейчас очень много времени и сил заниматься творчеством. Ну ничего, я думаю, даже если будет семья, мне это не помешает. Я, наверное, все-таки не то что... Я надеюсь на то, что Всевышний сведет меня с человеком, который будет заниматься творчеством, чтобы было легче, чтобы разногласий в этом отношении не было. Чтобы у нас какая-то была общая цель, общие интересы, чтобы можно было дальше заниматься искусством, музыкой. Это самое главное, когда есть общая цель. Поделись, какие у тебя планы на будущее? На будущее, наверное, будет звучать грубо, но в моих планах на будущее штурмовать дальше все фестивали и конкурсы. Сначала в пределах Крыма, далее это будут федеральные конкурсы на уровне нашей необъятной большой родины, любимой России. Нужно работать, нужно работать. Моя большая просто сокровенная мечта, чтобы наш коллектив прозвучал с телеэкранов на первом федеральном телеканале. Очень хочется, чтобы ансамбль «Словения» прозвучал в новогоднюю ночь на новогоднем каком-нибудь огоньке на первом канале. Вот как-то так. Меня многие не поймут, если я тебя не попрошу спеть «Живу» для наших зрителей. С удовольствием. Дрожит роса в бродимом голосе, Ты меня ждала до утра. Прости за то, что твои волосы Я вплетаю медь серебра. Голыбель мою, мама, Ты мне пела в ночи, От невзгод меня укрывала К счастью твоя рука. Всегда я буду в сердце своем хранить Улыбку руки и светочей Звезда, Ты будешь вечно с небес светить Любимой маме моей Преклоню колени я пред тобой Ты ангел, Ты ангел-хранитель мой Талантливая певица Ксения Корягина является руководителем вокального ансамбля «Словения». Кому же, как не ей, знать все о своих участниках. Ксения, мы видели, какой Марлен Белялов на сцене, А какой он в жизни? С Марленом мы познакомились сразу, Но вот как-то в один коллектив Слились в 2016 году, в сентябре месяце. Как человек, Как человек очень хороший, Спокойный, Очень надежный друг, Всегда рад помочь. И, безусловно, душевные качества, Которые все вы видите на сцене, Которыми он передает свое творчество, Свою музыку, свои песни. О профессионализме говорить Уже все сказано Наградой на конкурсе. Сегодня мы поняли, Что ансамбль «Словения» — Это одна большая дружная семья. Ребята, спасибо вам за столь интересную беседу И такую дружескую встречу. А нам пора прощаться. Но мы желаем ансамблю «Словения» Новых творческих успехов и побед. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова